Если мы говорим именно о технологиях продления жизни, то надо их развивать, потому что это дает новую область знаний, новую область вообще понимания жизни человека как явления. А вот если говорить о том, как бы я лично отнесся к тому, что человек может быть бессмертен или жить какой-то очень продолжительный период времени, я думаю, что в этом есть очень большая вообще опасность для человеческого сознания. Одним из сильнейших стимулов нашей жизни является то, что моя жизнь ограничена, то, что я могу успеть только ограниченные дела сделать, что я буду отвечать после смерти, неважно, перед Богом или перед учебником истории, за то, что я понадел в этой жизни. И вот этот стимул о том, как обо мне потом подумают, он заставляет людей как-то себя корректировать. А человек также еще хорошо понимает, что его реальная активная жизнь также ограничена. Человек может быть 60, 70, 80 лет, но в реальности он активно участвует в жизни общества, ну, скажем, в лучшем случае половину своей жизни, потому что сначала он слишком молод, потом он слишком стар. И в этом плане пускай человек помнит, что все-таки смерть наступает. Продление жизни – это крайне серьезный нравственный момент, потому что, естественно, есть ограничения и по ресурсам планеты, есть ограничения и по ресурсам проживания, и по тому, что, в конце концов, конечно, мы хорошо получили, мы получим прирост даже в 500 миллионов человек, не дай Бог, в миллиард человек. На земле, да, будет где жить, но жизнь многих людей станет просто некомфортной. Мы должны забывать, что этих людей надо хорошо образовывать, чтобы они могли на основе новых технологий поддерживать свой достойный образ жизни. То есть мы получаем колоссальное количество проблем. Самый простой, конечно, выход был бы, самый безнравственный, наверное, сказать, вы знаете, давайте поддерживать жизнь самых гениальных, самых умных, самых продуктивных членов общества. Но и здесь есть такой момент, понимаете, если мы можем их воспроизводить постоянно или, опять-таки, поддерживать их до бесконечности долго, другие люди перестанут развиваться. Они скажут, есть люди, которые за нас будут работать, они будут за нас думать, есть супермозг или суперинтеллект, который будет решать наши проблемы. Я думаю, есть в этом мистическая правда в том, что жизнь человека очень ограничена. И никому, конечно, не хочется умирать раньше времени, но слава Богу, что есть мысль, что мы уходим, и что уходят наши родные, и наши родственники уходят, и близкие нам люди уходят. А значит, нам надо их любить, о них заботиться. Вот тогда пропадет вот этот элемент жизни. Продолжение следует...